Я хотел поговорить немножко, главным образом, в надежде на обсуждение, потому что у меня есть некоторый застой мыслей на эту тему. Тем следующее. Каким образом наука может взаимодействовать с обществом? Каким образом общество может понимать степень продвижения науки? Ну, собственно говоря, общий контекст, из которого мой интерес этот возник, возникает он из того, что сейчас приняты, ну, просто эмпирически в университетах, и везде, и всюду, определенные критерии продуктивности ученого. Вот, от чего они возникают, я бы хотел для начала поговорить, потом капельку слов о самих этих критериях, вот, и то, что я надеюсь пообсуждать, какие возможны альтернативные критерии или альтернативные формы взаимодействия науки с обществом. Вот. Теперь, собственно, начиная. Ну, смотрите, коллеги, каким образом проходили научные или философские изыскания, скажем, в мире античности? Ну, начиналось все достаточно просто. Философией и науками занимались свободные люди. Свободный человек – это тот человек, как бы, в понятие свободы политической, которого входила его обеспеченность материальная. То есть, свободному человеку не надо было трудиться для того, чтобы поддержать свое существование, обеспечить там свою семью и все прочее. Поэтому он мог тратить свое время и какие-то еще ресурсы на то, чтобы заниматься наукой или философией. Правда, уже в более, в не такой классической античности, а чуть попозже, возникает ситуация, которая будет длиться, я даже не знаю, сколько времени, но очень долго. Ситуация эта состояла в следующем, что науку начали спонсировать, именно спонсировать. То есть, если на заре спонсор научного мероприятия и сам ученый – это был один и тот же человек, и он сам принимал решение, что там ему надо исследовать, чего там не надо ему исследовать, и все такое прочее, то потом ситуация несколько поменялась. Существовало, вот самый просто яркий пример, существовало этот музейен, это то теперь слово, которое мы произносим как музей, но смысл оно имело совершенно другой, при Александрийской библиотеке. Это просто было некоторое место и возможность для ученых заниматься наукой. Все материальные вопросы при этом решались, я не помню в точности, какой был титул у правителя Александрии тогда, кто они были. Ну, в общем, правителями Александрии решались все материальные вопросы. Почему они это делали? Потому что они сами были достаточно просвещенными людьми, и они не могли делать новых шагов в науке, но они понимали ценность самой науки, во-первых, и они, в принципе, могли оценить тот научный результат, который время от времени получался. Ну, вот когда Птолемей составил, представил законченную систему описания движения небесных светил, то просто ее могли оценить заказчики, что называется. И эта ситуация, когда ученого спонсируют некоторый имущественно совершенно обеспеченный сверху того субъект, она длилась, ну, я не знаю, сколько лет, ну, тысячу-полторы тысячи лет, в общем, вполне себе, можно сказать. Здесь на чем держалось это взаимодействие? Оно держалось на личных качествах вот этого самого спонсора. Он должен был быть просвещенным, то есть он должен был понимать смысл науки и должен был уметь хотя бы в общих чертах понять полученный результат. Поэтому он как бы, он платил деньги, он обеспечивал научное исследование, а потом сам же был в состоянии оценить, что да, действительно, получился достойный результат. Там доказана какая-нибудь теорема или там, я не знаю, проведена какая-нибудь невиданная серия алхимических опытов, ранее не сделанных, и все в таком роде. Но с развитием экономики и человеческого общества ситуация поменялась. Поменялась она вот в какую сторону. Когда на рубеже 19-20 века возникает массовое общество, это приносит с собой большое количество изменений, но вот в той части, что касается науки, что изменилось? Значит, смотрите, индивидуальных лиц, которые могли бы после возникновения массового общества спонсировать серьезное научное исследование, практически не осталось. Остался единственный субъект, у которого точно много денег и который в принципе мог бы спонсировать науку. Это государство. Но видите ли, у того, что этим субъектом, спонсирующим науку, становится государство, есть одна неприятная, одна очень даже, я бы сказал, неприятная сторона. Во-первых, на государство нужны очень ясные, понятные критерии успешности проведенного научной работы. Поэтому самое популярное и самое поддерживаемое государством с тех пор, это что? Это создание какого-нибудь оружия. Штука очень понятная. Потому что создали какую-нибудь бомбу, пушку, самолет, вот, показали, и у самого малопросвещенного государственного деятеля волосы встали дыбом, вот, и все хорошо. Он понял, что деньги, потратить деньги, годы, ресурсы потрачены совершенно не зря. А как спонсировать в таких условиях сугубо фундаментальную науку, у которой нет прикладного аспекта? Что делать? Чтобы понять сложность ситуации, я буду немножко рисовать. Значит, смотрите, в те времена, когда заказчиком науки был просвещенный монарх, то эту схематическую ситуацию этого заказа можно было бы описать так, что вот, например, я, этот просвещенный монарх, заказал всем вам выкопать, не знаю, там, траншею в определенном месте. Как я контролирую то, что вы выкопали траншею? Я ножками пошел на это место и посмотрел, что траншея выкопана. Там и такая, как я сказал. То есть суть просвещенного монарха в том, что он в состоянии оценить, вот, как бы, фактическую проделанную работу. С тех пор, как функция вот этого спонсирования переходит к государству, а что в данном случае государство? Государство – это просто некоторая бюрократическая машина. Ну, для простоты это некоторый один бюрократ, который вот должен выделять деньги и контролировать работу ученых. Значит, с его точки зрения ситуация резко изменяется. Вот это, допустим, какая-то гора. Вот тут какой-то человечек ученый. И с точки зрения бюрократа ситуация выглядит следующим, что он дает ученому заказ вот на обратной стороне горы выкопать какую-то траншею. Но проблема в том, что сам бюрократ не может туда сходить и на нее посмотреть. Он просто не может туда дойти. Понятно, это некоторая бетафора того, что он не в состоянии оценить научный результат. Вот, он не может туда дойти и убедиться. А как ему контролировать в этой ситуации? Вот он получается так, что у него есть ресурсы, он дает задания, но для того, чтобы управлять эффективно, он должен уметь каким-то образом контролировать полученный результат. Значит, что делать? Ну, вариантов всего два, насколько я понимаю. Может быть, вы найдете какой-то третий, и это будет хорошо. Значит, вариант номер первый. Бюрократ скажет, что ты, парень, не просто выкопаешь там траншею, а притащишь мне какие-то осязаемые доказательства. Например, ты мне притащишь всю землю, которую ты вынул для того, чтобы получилась траншея. Вот как только ты ее притащил здесь, набросал эту кучку, я на нее посмотрел. Действительно, все хорошо. Либо, либо этот бюрократ находит другого человека, другого ученого. Не того, которому поручено выкопать траншею, то есть произвести исследование, а какого-то постороннего, но тоже ученого. Это очень важно. Почему это важно? Потому что только ученый может перебраться на ту сторону горы и увидеть, траншею выкопана, не выкопана. Так она выкопана или неправильно она выкопана. И получить вот этому ученому как бы функции такого прораба. Ему выдается задание, выдаются ресурсы, а этот парень контролирует. Приходит и докладывает бюрократу. Да, выкопано. Или нет, выкопано херово. Этого надо бедолагам наказать. Первый вариант, когда нужно таскать какую-то землю перед глазами бюрократа, это путь оценки, который предусматривает некоторое предоставление объективных данных о проделанном исследовании. То есть объективных здесь важно в том, чтобы объективность этих данных была ясна бюрократу, который не просвещен и нифига. А вообще говоря, в науке ничего не смыслит. Поэтому ему нужно предоставить такой объект, который он понимает. Значит, чем плохо этот путь? Да, а второй путь – это путь экспертный. Когда бюрократ просто назначает эксперта, понимающего в науке человека, который контролирует, так сказать, происходящее. В чем недостатки того и другого пути? Значит, недостатки первого пути – когда нужно таскать какие-то объективные доказательства. А недостаток очевидный. Работа, которую должен проделать ученый, сильно увеличивается. То есть ему нужно не просто выкопать, но еще и предоставить, предъявить результат в такой форме, чтобы было понятно бюрократу. То есть в данном случае притащить всю вынутую землю вот сюда. что сильно усложняет его работу. С другой стороны, можно упростить жизнь ученых и тем самым повысить эффективность работы самих ученых. Потому что, понимаете, так получится, что они минимум 50% своих сил тратят не на достижение результата, а на определение доказательств бюрократа. Что не очень эффективно. Если ты используешь эксперта, тогда ты не заставляешь исходного ученого делать двойную работу. И это хорошо. Но в чем недостаток? Недостаток в том, что бюрократ понимает, что эти ученые, они же на самом деле одна банда, они принадлежат одной корпорации, они принадлежат одному сообществу ученых. Даже если у них между ними нет никаких там родственных или институциональных связей, все равно вот этот физик и этот физик. Понимаете, да? И откуда бюрократ узнает, что эксперт не вступит в сговор с этим безобразником, который выполняет исходную работу? Бюрократ всегда подозревает эксперта в чем? В том, что он по сговору с исполнителем лжет бюрократу. Говорит, что все окей, что все замечательно, а на самом деле ничего не делали. Значит, я всю эту историю описал почему, да? Потому что к тому, что сейчас современное состояние устроенности науки и философии в обществу основано на том, что заказчиком работы ученого и философа выступает бюрократия, выступает государственный бюрократический аппарат. И он умеет контролировать работу ученого только вот этими двумя способами. Каждый из них плох. Имеет свои недостатки. А, причем любопытно. Смотрите. Поскольку с точки зрения бюрократ всегда подозревает эксперта в сговоре, это означает что? Это означает что? Что бюрократ не любит передавать эти полномочия по оценке эксперту. Бюрократ хочет получить такие результаты, которые будут ему наглядно и понятно, чтобы он сам принимал это решение по оценкам. Поэтому бюрократия всегда естественным образом стремится к тому, чтобы выбрать вариант вот с этой вот кучкой, но не вариант с экспертом. И вроде бы нет другого выхода. Понимаете? То есть реальность такова. Кто будет платить ученому за эту фундаментальную работу? Больше ни у кого, кроме как у государства, на это денег нет. Не, ученый может стать бюрократом. Ну вот как это в России произошло. Там вот Дед Касан, Анатолий Чубайс, Дерипастин, вполне эксперты. Ну, что это означает? Это означает, что это вот просто эксперт, который инкорпорирован в бюрократическую систему. Во-первых, это случай довольно редкий. Во-вторых, понимаете, какая штука? Из-за того, что наука развивается довольно сильно, вот этот эксперт, этот эксперт должен быть актуальным ученым для того, чтобы мочь оценить результаты деятельности. Ну, как Лендукиз, он же биолог. Ну, совершенно верно. А там он зачем-то купил, а не звук. Какая разница? Понимаете, вот если обратимся, да, вот, к имеющимся физикам, да, если человек был физиком, занимался актуальными исследованиями, а потом хотя бы лет на пять погрузился в бюрократическую работу, то остался, он ведь потерял свое качество как эксперт. Вы понимаете, какая штука? Он, конечно, он заслужил доверие бюрократической системе, но он потерял способность экспертную, он потерял способность перебраться на ту сторону горы и посмотреть на траншею. Надо просто еще есть вариант, на самом деле, создать экспертное сообщество, причем оно создать не декларативно, а среди физиков вот этого направления есть какое-то количество людей, которые считаются авторитетами. Они составляют экспертное сообщество, и среди них создать конкуренцию за исследования тем, кому из них дадут исследования. Конкуренция, она, что делает конкуренция? Она, с одной стороны, выявляет недобросовестных ученых, с другой стороны, позволяет лучшим, так сказать, сорваться за денег, тем самым лучшим, которые могли бы это исследование сделать лучше всего. То есть, на самом деле, создать, с одной стороны, экспертное сообщество, то есть, не так, чтобы какие-то отдельные были ученые-эксперты, а другие исполнители, а чтобы все ученые участвовали в этом экспертном сообществе. С другой стороны, создать конкурентную среду, в которой можно было бы отбирать людей, давать им деньги на исследование, исходя из каких-то качеств ученых. Язык как бы послужного списка, язык исследований и прочее. Из-за того, какие результаты они раньше делали и прочее. Но в античности интереснее было намного. Просто на самом деле государство еще и другая есть фишка, что государство должно на самом деле понимать, что деньги на науку не могут окупиться. Что это не та область, которая приносит доходы. Это не та область, которая приносит доходы. Совершенно верно. Но в любом случае, даже если ты понимаешь, что это потраченные деньги просто так, у тебя должны быть какие-то инструменты сознательного управления этим процессом. Ты понимаешь, что от этой траншеи тебе не будет практической выгоды. Но эти траншеи должны копаться. Но экспертное сообщество, то есть какой-то, допустим, журнал, в котором печатаются работы, потом эти работы критикуются другими людьми и так далее. Что такое экспертное сообщество? Это то в сообществе, которое... Ну ладно, ты просто разворачиваешь этот фокус экспертам, который... Нет, я не эту... Я разворачиваю, что нужно, чтобы каждый эксперт был против другого эксперта. Чтобы была конкурентная среда. Мы проходили. Не корпоративные... Не пишут потом анонимку. Физик, Иванов, не верят в том, что влечение Макса, Ленина, все силы. Да нет, вот, например, пример с Росси. Вот Росси предъявил какой-то прибор. Да. Это типа, одни люди сомневаются, что он работает на основе каких-то своих представлений о том, как все устроено, наше мироздание. Какие законы физики, другие, наоборот, проверили это и говорят, что нет, он работает. Создается как бы некого рода среда, в которой это можно обсуждать. Но проблема там была в следующем. Проблема была в том, что экспертное сообщество говорило, что это работать не может, поэтому финансирование на это отсутствовало. Росси продал, на минуточку, собственный дом за 2 миллиона евро. Он его продал в собственный дом и сам профинансировал собственное исследование. То есть он был как раз античным вот этим героем. Да, да, да. В античности можно намечу? Там тот, кого мы сейчас называем экспертом, вернее, тот, кого мы называем ученым, тогда был экспертом. В частности, Парменит получил знания в Шаре Бытия в виде пророчества от богов. То есть учеными там были боги, а экспертом как раз Парменит. По всей видимости в античности проблема такой не существовала, поскольку знания исходили от богов. А потом куда боги исчезли? Боги куда исчезли? А мы их убили всех. И съели. Ну же, да, сомненно. Я по-другому проблема как раз проблема экспертов, ученых, бюрократов. Вот я хочу только еще немножко поговорить про эти объективные показатели, которые так любят бюрократы. Главным образом потому, что в нашей действительности решение принято государством такое, что надо адектироваться на объективные показатели, а она не на эксперт. А можно как раз заметить как раз тему. Вот смотрите, наука началась как измерение. Ну, правильно? И в то же время критерием оценки служат то же самое измерение. То есть наука убивает себя своим методом. Нет, убивает не убивает. Это урубороз кусает сам себя за хвостом. Но не умирает. Она убивает, но не умирает. Но не умирает. Ну, понимаете, измерение и тут же то же самое. Здесь требуется что нам? Измерить. То есть предложить измерительный прибор, не искажающий условно реальность. Воспроизводимый результат. Ну, только надо понимать, что реальность доступна только небольшому количеству людей. Бюрократ он закона требует. Он требует то, чему молятся ученые. Совершенно верно. Чем является труд ученого. Совершенно верно. И я вот хотел просто капельку рассказать про то, что значит за земля, которую надо таскать. Значит, земля, это собственно говоря, разные показатели, касающиеся цитирования твоих работ. Общая идея лежащая в основе всех этих систем оценки цитируемости довольно проста. то есть, она опирается, насколько я понимаю, на какую-то, может быть, не очень навороченную статистику, вот, но суть, тем не менее, там довольно простая и мне доступная. Значит, смотрите, общая идея какая. Поскольку мы не можем, бюрократ не может, я сейчас стараюсь на позицию бюрократа, я не могу оценивать сами эти результаты. Но у меня должны быть понятные, не качественные, а количественные показатели, грубо говоря, какие-то цифры, какие-то числа, которые показывают, кто-то из ученых работает лучше, а кто-то работает хуже. Значит, как я могу оценивать при этом, откуда возьмутся эти цифры? они должны возникнуть каким-то объективным образом. И принято сейчас за основу следующая идея, что поскольку продуктом ученых является статья, статья, то надо оценивать ее. А как ее можно оценивать? Бюрократ не может оценить научную статью, но он может оценить другое. А давайте, говорит он, будем считать, сколько раз на эту статью сослались другие ученые. Сколько раз? Если ссылаются много, значит, эта статья содержит нечто важное для науки. Если ссылаются мало, значит, она содержит что-то неважное для науки. Опять-таки, для науки. Поэтому, чем больше статья собирает на себя ссылок, тем значит, она лучше. Ну и, соответственно, у автора, у какого-то вот у этого ученого возникает такой показатель, который индекс цитируемости, который выглядит в самом примитивном варианте очень просто. Вот здесь у нас будет количество цитирований, а здесь у нас будет количество статей. То есть, общее количество цитирования всех статей это общее количество всех статей. Много писать не выгодно. Много писать не выгодно. Нужно писать качественно. Так ты можешь писать, понимаешь, хоть 100, хоть 200 с одной стороны, а с другой стороны, как бы лучше писать качественно. Но не все так просто на самом деле. Дело в том, что в современной науке то цитируют тебя или не цитируют, во многом опираются на то, насколько ты известен и уважаем в сообществе. То есть, можно ли вообще говорят доверять. То есть, ученый, прежде чем начать читать какую-то статью на самом деле, оценивает очень быстро. А стоит ли тратить усилия на то, чтобы понять, что там написано? Можно ли доверять этому? В этом смысле мне вспоминается эта история про Перельмана из его жизни, еще когда он не доказал замечательную теорему, а просто был крупным математиком действующим. Кто-то из института Стеклова вспоминает, что мне пишет один американский коллега буквально следующий имейл, что вот там мы выслушали, к нам приехал в университет, там такой парень по фамилии Перельман сделал очень интересный доклад с очень интересными результатами, но мы тут хотим понять, а он заслуживает доверия этот Перельман или нет? вот в смысле может он вообще сумасшедший а мы тут будем сидеть пытаться врубаться в его идеи и все такое прочее на что наш парень из стеклов пишет нет, нет, все нормально он не сумасшедший у него все в порядке если он что-то говорит то говорит не зря американцы отвечают окей спасибо значит будем врубаться при том что это не человек с улицы а тоже математик который тоже занимается актуальными какими-то вопросами поэтому на самом деле совсем редко печататься тебе не выгодно ты будешь малоизвестен в сообществе ты будешь не на слуху к тебе будут малое доверие и тем самым будут мало ссылаться на твои статьи поэтому нужно как бы найти какой-то баланс вот сколько ты печатаешь в год для того чтобы это было не слишком много и из этого получались качественные статьи но не слишком мало чтобы тебя не успевали забывать ну как бы то ни было это уже внутренняя кухня а на самом деле вот все что может оценить вот этот бюрократ это вот эту замечательную друг ничего кроме и в глазах бюрократа тут все очень просто он говорит это же ваша внутренняя кухня вы сами пишете статьи сами их обсуждаете цитируете опровергаете поэтому говорит он я считаю что все справедливо если много цитирований относительно статей значит орел если мало значит говно и все вот это вот объективное показатель вот этот дробь вроде бы формируется по правилам вследствие сугубо научной деятельности но она дает результат который очень понятен бюрократу трагедия однако этой простой формулы в том ну во первых она была придумана изначально не для того чтобы она служила основой для цен бюрократов но это отдельная история для чего она когда-то была придумана но даже вот не принимая во внимание это значит трагедия здесь вот в чем такая штука вот это правило является более-менее надежным показателем только в тех науках где информация содержащаяся в статьях ну как сказать имеет довольно короткий срок жизни ну то есть вот содержание статьи является актуальным примерно год а через год оно становится уже неактуальным потому что давно получены новые сведения которые уточнили и содержание статьи на самом деле должно быть пересмотрено то есть статья должна иметь короткий срок жизни поскольку она имеет короткий срок жизни то на нее имеет смысл ссылаться ее цитировать с ней соглашаться или не соглашаться в какие-то вот буквально в горизонте ближайших двух-трех лет после ее публикации а формулы которые которые дают нам вот это соотношение цитирования статей они как раз кстати завязаны на этот самый срок на два ну то есть либо на три либо на пять лет вот в чем какие это науки это физика химия биология в общем большинство естественных наук и технических дисциплин которые развиваются очень динамично очень динамично ну там не знаю какой-нибудь пример какая-нибудь коллаборация которая работает на отрывном коллайдере да выпускает статью где анализируется статистика собранная там выдвигаются какие-то гипотезы опровергаются какие-то гипотезы вот ее резко начинают обсуждать сравнивать с данными других коллабораций бла-бла-бла-бла-бла-бла большое кипение и вот все эти замечательные индексы у этих статей высокие а в гуманитарных так называемых науках то есть во всяких филологиях философиях религоведениях и всем прочим это является плохим показателем потому что срок жизни срок актуальности содержания статей очень длинный он минимум лет 10 и соответственно отклик на эти статьи тоже является сильно отложенным именно потому что срок жизни статьи самой очень длинный и что получается получается следующее что в гуманитарных областях вот это вот дробь показывает ничего то есть она показывает ноль как правило но чаще всего уже умершие ученые имеют самый большой индекс цитированности ну да по очень простой причине прошло много времени за это многое время накопился какой-то отклик этот индекс хоть какой-то приобретает вид но поезд давно ушел человек 10 лет у нас вот реально у гуманитарных нули там стоят нули точно да то есть это я никогда не смотрел это ну это особенно хорошо видно во всяких базах базах данных которые собирают вот все эти цитирования ну собственно говоря только внутри этих баз эти индексы и возможно им существовать там очень видно там вот этот вот индекс цитируемости который считается не применительно к автору а применительно к журналу например импакт-фактор вот он у всех гуманитарных он сильно меньше единицы он стремится к нулю то есть сильно-сильно меньше единицы верно ну там от областей от областей заемитесь нет это международная ситуация абсолютно он меньше единицы всегда он просто меньше единицы всегда можете себе представить что это означает означает ли это что там какая-нибудь филология или философия являются наукой хуже чем физика на самом деле нет это говорит только о том что вот этот вот критерий хорошо работает в естественных науках и вообще ничего не показывает в гуманитарных науках но что делать понимаете вот что предлагать в качестве альтернативы управления со стороны государства наукой не очень понятно ну и вот поскольку кажется что вариантов всего два я то просто думаю что может быть есть какой-то третий вариант который мне не виден исторически сейчас существует два но может быть напрашивается какой-то третий вот я на что надеюсь когда я по всем этом думаю в качестве вот по крайней мере варианта оценки в гуманитарных науках можно быть более надежен экспертный путь но тоже знаете ли у этого есть сильные очень сильные недостатки и тут уже они кстати специфичны для постсоветского пространства я хочу сказать что сейчас гуманитарии научились поднимать себя интоксатирование очень хорошо они что они делают они вступают в группы специальные да я знаю объединенные во первых они все тут много ссылаются во вторых даже если они не имеют никакого отношения к статей к какой-то статье они ставят других членов групп в качестве савтора в результате количество балаказы растет 5-6 раз да те базы которые собирают собственно говоря статистику по статьям по их цитируемости в курсе этих манипуляций они имеют инструменты их отлавливания вот и после того как они отлавливают вот эту эту схему они просто автоматически срезают вот этот вот разогретый индекс цитирования там даже там просто понимаете фокус в том что там не надо быть экспертом в этой области чтобы это отловить это делается сугубо статистикой вот и соответственно после того как статистически это поймано то ты знаешь на какую величину нужно срезать вот этот накрученный индекс в принципе это машина делает да машина это делает ну да да единственное что конечно эту машину она это не совсем искусственный интеллект ее нужно обучать потому что люди придумывают все более хитрые схемы накрутки себе индексов вот и поэтому нужно машину учить заново то есть это признание фундаментального недоверия человеку совершенно верно группы людей совершенно верно а потому что фундаментальное недоверие это вот как бы это воздух которым дышит бюрократ его отношение к науке это важно кстати очень хорошо что ты это сказал потому что из этого все исходит а он должен не доверять потому что он как сказать он же хочет управлять он же хочет управлять хоть в каком-то смысле ну давайте мы ему выразим недоверие ну хорошо и останемся без денег вообще на всякую самоправильное конечно в этой политике на науку денег не давать вообще ну да да если настроение бюрократа это такая же логика как не давать деньги на олимпиаду и так далее не давать денег та же логика логика та же то есть у тебя есть преподаватели в университете что сейчас они академические институты закрывают и переносят науку платятся в университете ну да вот у тебя есть он обязан заниматься еще какой-то наукой мы будем ему на ставку давать ну да я понимаю то есть это как бы вот эскалация вот исходного недоверия по отношению к ученым без действия у нас всех подозревают в плане налога может быть может быть билетом проезде и все такое прочее вот понимаешь я не знаю что здесь предлагать потому что ясно только одно что вот эти вот объективные показатели исходящие из индексов цитирования просто чисто статистически в коммунитарной сфере показывают цену на дрова ну понятно в коммунитарной в коммунитарной сфере невелика стоимость стоимость невелика но она все равно не нулевая ну тем не менее можно просто дать им ставку и пусть они занимаются чем хотят ну чуть больше это если бы бюрократы так сказать относились хоть с какой-то то ли доверие к ученым а это не так они находятся в состоянии подозрения попал в ученые ну типа вываливать ну каждому каждому одинаково выдавать да и все ну типа как во фигах мужчина гражданина коронии ну да я понимаю такой волфер талоны на питание выдавать всем без разбора да 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 нет если человек действительно ученый ему достаточно только белков жиров и углеводов и pandera вполне можно и высокой жизни и для чего наука в гуманитарной сфере ладно понятно для чего наука в сфере технической или точных наук в гуманитарной сфере наука нужна только для славы во первых для славы страны чтобы с гуманитарной науки выдворилась точная падаль Да нет, это только для славы, на самом деле, слава славится своими спортсменами, и своими гуманитарями. Это состояние общего культуры, общее состояние общества. Так вот, это состояние общества, как ты проливаешь, достаточно ставки. Да. А он для того, чтобы двинуться дальше... Считается, что из них формируется элита управления и так далее. Но это именно что считается. На самом деле гуманитарная наука, это прежде всего роскошь, на самом деле. Такая же роскошь, как Олимпиада. Ну они же формируются, вот Ельцгарус там, формируют реально политические стадии. Но не у нас. Но у нас, к счастью, ГИМОО такой функцией обладает. Юридический факультет Сокутербургского университета. Да, Вышка там и все такое прочее. Да, претендуют на эти вещи совершенно. А вот эти Эколи во Франции. Эколи, да, Нормали и все прочее. А ты поступаешь, там три Эколи, а одну из них, если ты поступаешь, то тебе, скорее всего, будет гарантированное место политическое стабильное решение. Ну да, да, это, кстати, правда. Это довольно странно, но это полная правда. Ну хорошо, давайте вернемся вот к чему. Потому что говорил Булат, что... Я тоже хотел, я хочу заметить, что ты уже, оказываясь в неком кругу этой штуки, закончив Эколи Нормаль, ты практически вся карьера на будущее выставлено во Франции. Ну да. Сумасшедшие вещи сделать, чтобы из этой обоймы выпустить. Нет, карьера и научные результаты — это несколько разные вещи. Безусловно. Безусловно. Вернее... Какой научный результат в сфере этой гуманитарной формы? Какой там научный результат? Ну что там? О чем он говорит? Ну поставим все анализы. Эта оценка реально показывает, что никакого результата добиться обозримого в гуманитарной сфере не важно. Создание социологической теории. Что можно сделать? Нет. Вот смотрите, Кант написал критику чистого разума. Это что, результат что ли? Нет. Это просто слава. Нет. Слава германской нации, что у них был такой сын, который мог написать критику чистого разума. В этом славы никакой нет. Сейчас Булат просто воспроизвел философию Бентама. Выгодно то, что... Нет. Истинно то, что выгодно, да? Истинно то, что выгодно. Нет, нет. Я не говорю про... Я имею в виду на самом деле, что в каком-то смысле, на самом деле, есть какие-то великие имена. Допустим, если в сфере гуманитарной... Я буду говорить о философии, поскольку, как бы, ей занимаются все. Ну, немцы забили пару каких-то великих именов. Кант, Гегель, Хайдеггер. Ну, французы что-то там предложили, скажем. Декарт, Сартов, Деридат. Что-то... Вот как, вот, чем у нас все такое культурное наука. Программа раскрутки их как-то кого-то еще. Вот, надо раскручивать. Вот это правильный подход. Это раскрутка в культурном пространстве, да. Да, именно так. Но, с другой стороны, в этой ситуации ты можешь создать кучку гуманитарных бездельников, как в Афинах. В современной экономике, в природнике и производственных силах, она тебе почти ничего не будет стоить. Не-не-не, она будет так же, как спортсмены в этой высоких... Вот как олимпи... Это как олимпи... Это спортсмены, которые... У тебя нету стометровки за десять секунд. Да, это все понятно. Но зато будет какое-то славное имя, и когда будут обращаться, спрашивают, а кто у вас философ там? Вот такие-то, такие-то. Как отчитывать Маяковскому за сделанные свои дела. Ради, да, там что-то? Да, ну вот он как бы занимается там, как бы сочинением поэзии, ну и какие там результаты могут быть, что тут можно сделать там. Так же и здесь, как оценивать этот поэт? Никак. Только слава, только слава нашей страны, что вот у нас такой поэт жив. Так же и надо оценить гуманитарии, платить, конечно, зарплату, все правильно. Ну уж дать от них, что они вообще-то должны прославиться. И требовать, вот просласьте. Не просто там вместо... Не, надо требовать от предпринимателей. Что-то любой предприниматель содержал поэт. Не надо ни от кого ничего требовать. Поэт? Поэт? Это не от одного поэта. Это как раз античный путь, причем принудительный. На цепи его во дворе живем, да. Как можно от творца что-то требовать? Не надо ничего требовать. Ну в каком-то смысле, задача должна быть такая, что все должны стремиться прославиться. Создать такие условия, чтобы как-то люди хотели это сделать. Ну в конце концов, есть тщеславие, гордость есть. На этих в турну как-то поиграть, чтобы люди стремились прославиться. И в конце концов, они так же, как спортсмены наши, которые выступают на Олимпиаде, точно так гибают, переметь по всему миру. Да нет. Только в этом смысл, как в этом смысл гуманитарной науки. То, чтобы на самом деле на уходе других каких-то наук. Нет. Гуманитарной науки, как в любой науке, он простой. Это поиск истины. Ну да. Какой истины в гуманитарной дисциплине? Ну ты и именем ворота. Какой поиск истины в гуманитарной дисциплине? Ну какой же? Что мы с вами с простейшей? Да что угодно. Просто поиск и сил. Так вы же как во всем, как и физики, и математики, в этом смысл занимаются одним и тем же счастьем. Наш философский что, занимается поиском истины? А что нет, некоторые занимаются я, например. А я вижу, что ты просто прославиться хочешь. Неправда. Это ты прославиться хочешь? Нет. Это неправда. Да помогай Игорю прославиться. Слушайте, ну в общем, несмотря на то, что вот в лоб понятое предложение о том, что цель, как бы, способ контролировать деятельность ученых в гуманитарной сфере, не надо пытаться оценивать их продукт, а надо требовать от них славы. Нет, нам требовать от них их наличия. Вот и все. Ну ты понимаешь, это же наличие, все равно это же не то, что человек сидит в кресле, у него значок доктор философских наук. Игорь, ну что такое слава? Вот, например, вот берем и наш факультет, сын Петербургский философский. Ну какие там сидят, кто там такие сидят? Пусть они там знают свой предмет. Ну раз они как бы не прославлены, раз о них не говорят, они никто на самом деле, просто никто. И дело даже не в том, что они должны выйти и кричать, вот какой я великий философ. А они на самом деле должны заниматься философией так, чтобы о них говорили. Потому что гуманитарная дисциплина, да прежде всего те дисциплины, которые понятны народу даже. Недаром все считают, что все в философии могут сказать свое слово. У нас вся страна, философы. Где-нибудь что-нибудь скажешь, и тут же вся страна обсуждает, что мы все имеем право об этом судить и рассуждать. Это сильно преувеличивать. Ну что сильно преувеличивать. Поэтому если преподаватель сидит, он там что-то такое вещает, но как бы от него никакого, ну как бы условно говоря, его слушать или там не знаю, оценивать, что это неинтересно, ну значит надо гнать. Вот такая появилась идея, когда появилось это инициативание, кто-то с гуманитарем сказал и пришел, что надо оценивать в том числе и по газетным публикациям. Ну по интересности надо оценивать. Человек должен быть, гуманитарий должен быть интересным. Нет, понимаете, вот чем плохие сама по себе оценивать по газетным публикациям. Потому что здесь как раз вот пространство для неконтролируемых накруток, потому что вот все эти базы данных, которые аккумулируют в себе данные о статьях и об их цитировании, они все опираются на одно важное обстоятельство. Они селективны, то есть вообще говоря, они не всех в себя берут. Они только рецензируемые журналы, да? Да, они только, они стараются отобрать качественные журналы, да, здесь вот у них конечно свои трудности как этого, как это проконтролировать, вот, но тем не менее. Почему? Потому что бы как бы вот не бороться просто с информационным шумом. Понятно, что любой сумасшедший может в газете напечатать любой бред. Может даже это делать каждую неделю, в большинстве. Особенно в гуманитарной сфере это легко отличить, где бред, а где не бред. В гуманитарной сфере, вот тоже интересно. Как можно в гуманитарной вот такую взять Дериду, ну там, напечатать его в газете, но 90% населения скажут, что это бред. Ну, разве это что-то говорит о статье Дерида? Ничего не говорит. Так что, на самом деле, надо решить даже бред. Но только чтобы он был интересен, чтобы люди это обсуждали, чтобы могла состояться какая-то слава этого человека. Причем слава это нужна не самому человеку. Конечно, от этого тоже получится какие-то дивиденды. Но стране нужна слава. Могу говорить, смотри, как здесь делается. Хорошо, Булат, я готов принять эту идею. А как ты будешь отсеивать просто информационный шум в таком случае? Вот всякие вот трэшовые обсуждения, когда там первый нах и все прочее начнет плодиться, да? Автор жжет и все прочее. Вот как ты будешь отфильтровывать? Это же нужно как-то автоматически делать, ты понимаешь, да? Индекс славы ввести. Индекс славы? То есть главный у нас гуманитарий, это топ-жжет? Нет, это славный парень. А, топ-жжет. Ну вот смотрите, спросите, кто у нас в России философ, да? Какой именно зовут первым? Так вот, сейчас в самом смысле современный там. Кто в правительстве? Кто у нас философ сам главный? А? Звание по доктору философских наук, кто? Причем здесь доктор в правительстве имеет. Доктор философских наук. Он, наверное, философ. А, нет, нет, нет. Ну, из знаменитых, ну, я могу вспомнить только Секанского. Вот Секанский. А второй этот, Югин, по-моему, да? Что значит? А? Дугин. Дугин, Дугин, Дугин. Его сейчас вспоминают. Ну вот, пожалуйста. Если только посмотреть на самом деле, они середнички. Секанский ничем особо не был. Да. Но, тем не менее, надо согласиться с тем, что они популярны. Вот это настоящий философ. Они должны быть популярны. Пусть они середники, пусть они предметов не очень знают там и прочее. Нет, Булат, подожди. Тут видишь ли, когда вот их один-два на всю страну, да, мы можем их качественно оценивать, что вот да, этот популярен. А если мы хотим это сделать инструментом, который будет, так сказать, подхлёстывать вот все сотни и тысячи людей, да, то мы должны это делать как-то качественно. И вот когда будет тысяча людей публиковаться так же активно, как Секанский, то как мы будем отсеивать тех, кто действительно популярен, а тех, кто просто создает информационный шум. Вот в чем вся проблема. Ну, сейчас-то исходная задача как звучит? У нас пока два философа, как я говорю. Нет, я не в этом. Я имею в виду два философа с точки зрения критерия популярности. А когда дойдет до тысячи, тогда и... Тогда будем разбираться. Ну, опять же, Мартин Хайдегер, опять же, там в начале же не был известен. Как-то он прославился. И как-то эта слава все-таки что-то о человеке говорит, да, как-то все-таки эта слава не просто так возникает, да, она все-таки какое-то имеет значение. Ну, там большого секрета нет, как это все возникло, но Бог-то с ним. Нет, я хочу вот реагировать на леплику Жени, что пусть сначала их станет тысяча таких шумных и известных, а потом будем разбираться, как в них... Нет, вот это, на мой взгляд, не серьезный подход. Потому что нужно продумать хотя бы в черне систему оценки. Понимаешь? Потому что в противном... Я ведь это все к чему думаю, да, к тому, что... Вот если приходить сейчас к бюрократу и объяснять ему, что объективные показатели в гуманитарной сфере не работают... Ну, кстати, отдельно взятым бюрократам это удалось объяснить. Вот несколько из моих коллег просто приложили титанические усилия, реально просто. Они пахали, как проклятые. Объяснили нескольким бюрократам в университете, что просто в гуманитарной сфере эти показатели не работают. Но что это... К чему это привело? К тому, что тогда он сказал, ах, раз у вас нет объективных показателей, значит, мы на гуманитарную сферу вообще ничего не будем выделять. Ого, да. Просто-напросто. Эта ситуация нам не выгода, потому что это просто... Ну, черт с ним, мы от гол до пик-то не умрем, но просто в таких условиях, когда мы совершенно заброшены в финансовом отношении, наши науки начнут стагнировать. А может, наоборот? Пока видно только, что стагнируют. Ну, наука тогда займутся только те, кому это... Причем это жизненное, да, жизненное. Насчет славы, это я ведь не зря говорю. На самом деле наше государство в корне заинтересовано, чтобы была слава. Вот, если честно. Ну, никакого смысла участвовать в Олимпиаде, кроме славы, нет сами. Никакой вот спорт и физическая культура, она не поддерживает это все глупости, да. Спорт высоких достижений, физкультура, это совершенно разные вещи. Ну, в смысле, невыгодно вкладывать деньги в гуманитарию. Выгодно вкладывать... Это понятно. Согласен, что не выгодно, но... Реатлонисты. Подожди, но есть как в спорте отдельные дисциплины. Вот есть дисциплина лыд, на лыжах бегать, есть дисциплина, там, не знаю, там, борьба, там, еще какие-то другие дисциплины, там, левкоатлетика. И вот точно так же гуманитария, это какая-то дисциплина, в которой есть конкуренция. Вот, например, французы там что-то сделали, немцы что-то сделали. Есть какая-то конкуренция. Здесь нам надо выставить своих игроков, которые бы на мировой арене тоже шевелились, ставили проблемы там, что-то такое говорили. Вот, например, мне больше всего прикалывает, есть такой философ, это, по-моему, югославское, что ли, происхождение. Словой жир. Жир, да, да, есть. Ну, это смешной философ, на самом деле. Он просто смешной. Он, на самом деле, ничем не занимается другим, как нашу вот эту марксистскую философию пропагандирует на такой, на мировой арене. Ну, что, так весело, так, с такими всякого рода, там, этими перформансами. Ну, почему вот такой философ, у нас почему бы то же самое не сделать? Пускай, вот, есть у нас, например, диамальчики, ну, пусть они будут, как бы, как бы, с пляшу, споют, все диамальчики. Они поют и пляшут по аудитории. Нет, ну, они поют и пляшут по аудитории. Они должны это сделать так, чтобы вся страна... Нет, 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 они неподвижно сидят, потому что у них проблемы с пищеварением. Ну, вот, поэтому такие философы не нужны, на пенсию отправили, и слава богу. А нужны такие, которые бы нам создавали славу, славу. Потому что гуманитарная дисциплина, это прежде всего слава. Нет, я не против. Ну, например, Сосюр там какой-нибудь, мы эти имена помним, там, не знаю, там... Я понимаю, но видишь, ну, все равно, да, мне интересно, я даже готов это принять. Мне по-прежнему кажется, что слава здесь плохое выражение, но что-то в этом есть рациональное зерно. Но мне важно одно, как все-таки фильтровать информационный шум, который при этом будет возникать неизбежно. Потому что если его не фильтровать, то, ну, это будет просто шум. Нет, почему, по временной области он фильтруется элементарно. Это как? Ну, вот мы сегодня с Игорем как раз говорили, читал я Пелевина, не читал. И вообще никого из живущих я не читаю. А мы там когда тоже. То есть, да, и мало того, с момента смерти должно пройти, ну, лет пятьдесят. Ну, нет строгого такого, да. Ну, Андрей Платонов – это самый современный писатель, который я читал. Вот так вот. Ну, вновей никого не читал. Понятно. Почему? Если человек умер, родственники его не достигли высоких положений, да, но, тем не менее, он остается в обороте, то он, по меньшей мере, интересен. То есть, это как раз фильтрация временной области. Вы предлагаете фильтрацию пространственной области? Ну, да, да. А фильтрация временной области, а… Ну, полгода новенькая, потому что деньги финансирования нужны еще живым, а не мертвым. Да, еще живым. Это хорошая идея, конечно, не давать никому младше Андрея Платонова. А потом, если человек… Если человек запоздавший, понимаешь? Нет, я понимаю… На примере, если взять поэты, вот, поэты на полосы. Понятно же, вот спроси поэту, кто там на слухов. Ну, не будет там, это с пищи поэтов. Ну, будут там какие-то конкретные имена, там, может быть, там, не знаю, пять человек-то может быть. Вот эти пять человек, и дать им деньги, чтобы они занимались поэзией. Так и дают деньги, нормально. Да нет. Ну, условно говоря, поэзия точно такая же, условно говоря, коммунитарная дисциплина, как там, не знаю, философия и прочее. Точно так же просто… Причем здесь слава? Потому что слава не городообъективный показатель. Это не становится люди славными. Да, они себя не занимаются… Ну, тогда больше всего денег надо Филиппу Киркорову. А остальным, может, даже не дать. Потому что… Я понимаю, что Филиппу Киркорову и дают деньги. Ну вот. Ему и дают. А на остальных тратиться не надо. Нет, ну просто, как бы… Потому что это… Потому что это… Достижение здесь… Не как в спорте. В такой дисциплине, как пение, там, допустим, у нас достаточно участников. У нас нет участников в гуманитарной дисциплине. Нет, это не риски ли спорта, а не олимпийские. Так вот… Нет, я говорю… Аналогию проводить. Еще раз, если аналогии проводить, аналогии… От Киркова. Поэтому давать на идеи… Например, я тебе говорю, аналогии проводить. Вот в спорте много дисциплин, а в каких-то мы можем даже олимпийских чемпионов выставить, а в других никого нет. Тут надо и гуманитарной дисциплине выставить олимпийских чемпионов. Серьез не дает ли там денег, скажем, на городки? Ну, не дают ли серьезных денег на городки? Да еще раз говорю. Потому что не олимпийские ведь спорта. Правильно. А гуманитарная дисциплина, а олимпийские ведь спорта. Нет, философские… Кавычки как олимпийские. Философии, они не олимпийские. Почему? Кирковов это… А вот смотри… Ты вот скажи, чем какая-то славна немецкая нация? Вы спросили у любого человека просто вот так с улицы. Он будет говорить про философов. Он будет говорить про Канта, про Гигель. Ну какая разница? Сейчас Хайди говорит. Это не была олимпиада, они были философы. Это поможет на самом деле нам начать вот это движение. Потому что эти люди породят некого рода круг какой-то, да, там… Какое-то сообщество возникнет философское, которое само будет развиваться. Вокруг каких-то вот крупных фигур все это будет развиваться. Эту крупную фигуру ты финансируешь, а вокруг них развиваются там ученики школы и прочее. Так же как были гигельянцы, кантианцы были и прочее. В общем, для того, чтобы финансировать крупную фигуру, надо ее откуда-то взять. А потом, ты потом… Мы же недавно говорили о том, что все-таки философия… Ну, в частности, философия, мы говорим… Я просто выбираю отдельную философию, да? Что это… Она властительница умом, да? Она как бы дает некого рода их там решения каких-то проблем социальных там… Ну, иногда, скажем… Предлагает какие-то обсуждения и прочее. Неплохо было бы, на самом деле, если бы… У нас все-таки это развивалась тема, да? Все-таки прикладное значение когда-нибудь возникнет, если будет кучка каких-то… Ну, какой-то надобразие людей, которые бы этим занимались. А не так, как сейчас-то. Все брошено, самотет и все. Ну, что… Это просто… И более того, на самом деле… Институт Академии Науки Равны, видишь, там, Степина, допустим, выделяешь, под нее рекламный бюджет. Что? Приходишь, в моментах факта, там, реклама про Степина. Или в этом… в кинофиши. В кинофиши недели. А, кинофиши недели. Тоже статья по… Будет человек очень-очень популярный… Вот, например, Олег Михайлович Ногарицын, да? Пытается, как бы, считать какие-то публичные лекции. Ну… Вот, это вот есть тот путь самый, понимаешь, попытаться философию донести до… Ну, да просто… А что получается? Получается хорошо? Нет, хорошо. Подожди, подожди. Надо, чтобы это была, на самом деле, не какая-то отдельная там, инициатива отдельного человека, а чтобы это тенденция была. Это тенденция, но у нее нет спроса общества. Нету спроса. Почему нету, если, на самом деле, постоянно ищут каких-то философов там, постоянно на слуху допустят на какие-то имена… Нет, ну, вроде… Это странно, на самом деле. Кого угодно готовы… У нас, на самом деле, философствующая нация, если так думать. У нас все любят на кухне о чем-нибудь таком, там, поговорить… Нет, я думаю, что спрос не то, чтобы отсутствует, да, но спрос совершенно не развит, и это чистая правда. И почему по широкому спектру? Там же пустая галерея. По широкому спектру. Там нету никого. Понимаете, какая штука? Вот проблема с этими философскими селебрити, типа Секацкого, не в том, что он такой знаменитый, а при этом он вовсе не гегель по масштабу мышления. Нет, он как бы делает хорошее дело. Он этот немало сформированный спрос потихоньку оккультуливает в обществе. И в обществе возникает, ну, некоторая, как бы, привычка к интеллектуальному диску. Я смотрю, но момент славы Секацкого прошел в середине 90-х. Все, нет тут славы. Нет, ну это просто означает, что никого больше нет. Вот что проблема. Просто у Павла, действительно, у него было определенное имя, но вот так, 95-97-й. И вот оно вот по резкой ни с количеством прошло. И сейчас он уже пришел к плинтусу. Вот, понимаешь, у меня такого нет впечатления. Именно еще, кстати, и поэтому я бы хотел подумать об этих инструментах оценки популярности. Потому что, наоборот, вот от молодежи, например, такой, ну, вот, я не вели книжки, которые только что закончили университет. Я несколько раз из разных выпусков слышал такой отзыв, что там тусуешься где-то там со сверстниками. Вот. Они тебя спрашивают, там, ты, ты с какого там университета, факультета, говоришь, там, что вот университет, там, философский. Вот. И довольно часто реакция говорит, Оглит, а я знаю одного философа, Секацкий. Вот. То есть, что-то такое они слышали все-таки. Поэтому... Ну, это тоже ничтожность. Это ничтожность, конечно. Просто потому что он пытался полгода вести какую-то передачу ночью на... Ну, дело в том, что, как бы, это... В качестве ведущего. В любом случае это не показатель, понимаете? Это все-таки показатель. Если человек, любой, вот, просто с улицы придет, попытается такую славой достичь, он не сможет сделать, если он не будет иметь что-то там, да? Что-то не сможет что-то предложить. В основном месте этого нет, это не случится. В ассамблее все с улицы приходят. Какая разница? Не, ну, я имею в виду, что слава – это все-таки какой-то более-менее объективный показатель. Ну, я не знаю, какое-то, может быть, новое время. Я же мой любимый анекдот по философам уже. Вы все знаете уже, Амерсента Сталова. Сидят три педагаса. Так. Да. Один другому говорит, я люблю молоденьких мальчиков. Он такой неопытный, как бы там. Кто говорит, не, я говорю у мужчин постарше, чтобы они все умели, все могли. Он говорит, вы знаете, противные, вы ничего не понимаете. Значит, представьте себе, я игрок сборной России по футболу. Сто тысяч человек на стадионе. Я бегу, обыгрываю одного игрока противника, второго игрока, третьего. Выхожу один ворот, обыгрываю вратаря и бью мимо ворот. Сто тысяч человек на стадионе. Пидагас. Мужики. Ведь это же Слава. Да, да, да. Понятно. Не, ну еще тогда юноши анекдоты. Областная олимпиада по философии вот в каком формате должна проводиться. Вывозят, значит, участников в лес, имитируют там расстрел. Ну, то есть, они должны отрыть себе могилы. Ну, ставят около этого расстрельного рва, ну и имитируют расстрел. Потом пульс щупают. У кого самая маленькая частота пульса, тот победит, тот философ. Ну, тоже, да. Можно по пульсу, да. У кого пульс ниже, а того больше не может. А можно еще знать, что бочки раздать и зимой их заставить жить. Тот и философ. Ну, это тоже. Это все вопрос о Славе и вот как и во всем прочем. Он тоже забавный очень. Поэтому Слава вот у философов вот она вот такая, как у последнего персонажа моего анекдота. Часто. Да, окей. Ну, что, хорошо.